Слушайте, а где у нас работают действительно специалисты? Ну, профессионалы, то есть в какой отрасли? Давайте я попробую повспоминать. Итак, армию в России возглавляет человек, никогда в армии не служивший, причем это уже не первый гражданский министр, а вот генеральские погоны при Сергее Шойгу носят 25-летние девочки и вся грудь о родинах на Колчаковских фронтах, видимо, выстрадали. Федеральная служба войск национальной гвардии. Ой, и этим ведомством тоже верховодит пиджак, бывший слесарь, потом охранник, а еще, как заявляет сам господин Золотов, бизнесмен на каком-то этапе своей жизни, Роскосмос. Отец и сын Рогозины в данном ведомстве командует, папа, бывший комсомолец. Профессиональный изрекатель громких, но никому не нужных лозунгов, отпрыск, просто отпрыск, в Википедии так и написано, российский государственный деятель, сын Дмитрия Олеговича Рогозина, Патрушев, министр сельского хозяйства, еще один папенькин сынок, папашка, секретарем Совета Федеробезопасности трудится. Честно, я перерыл весь рунет, пытался хоть какой-то отрезок в жизни министра найти, который, ну, хотя бы издалека связывал его с агропромышленным комплексом и не нашел. Зато главный крестьянин России теперь этот парень, а вот сейчас серьезно, у нас ведь на самом деле везде так. Куда ни сунься, одни случайные люди сидят в креслах руководителей, отцы и дети, жены и любовницы, друзья, друзья друзей, друзья друзей, друзей. Чего ж мы тогда удивляемся-то, что на России никак прорыв, обещанный главарем, не случится? Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. А вообще, зачем я все это только что вам поведал? Просто уже с завтрашнего дня, может быть, со следующей недели праздники все-таки, великой и могучей появится свой собственный автономный интернет, который обезопасит всех нас от внешних угроз. Роскомнадзор, который данную прекрасную идею воплощает в жизнь, устроен по тому же самому принципу, что и остальные госструктуры, там тоже работают чьи-то дети-бездельники, чьи-то любовницы-стриптизерши, чьи-то тещи-пенсионерки посему. Продолжаем ждать рывка и начинаем. Продолжение следует... Ну и раз о профессионалах в кавычках и Роскомнадзоре уже начали, в Хабаровский край предлагаю переместиться, где на днях избрали сенатором, в смысле в Совете Федерации этот человек будет регион представлять, некоего господина Дмитрия Приятного, который вы не поверите. В свое время был осужден по уголовной статье 327 за изготовление и сбыт поддельных документов. Вот это я понимаю. Еще один ценный кадр для страны, а то ведь не комплект у нас в Совете-то уголовного элемента. 14 человек осудили, а на смену никого не прислали таким макаром. Народные избранники и феню могут начать забывать. Вместо стрелок, не дай бог, заседания станут проводить, а вместо того, чтобы разборки устраивать, дискуссии организуют непорядок. Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь, и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаева Черкесской Республики. Человечность, почтительность, разум, мужество, честь – все это про Рауля Арашукова. Он заботится о старших, помогает людям, поддерживает духовность, всегда с честью держит свое слово, а его дела служат России. Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять – это ответственность субъектов Федерации. Это заявление Валентина Матвиенко сделала несколько месяцев назад, когда в Совфиде разгорелся очередной скандал. Тогда, прямо во время заседания, задержали сенатора Арашукова, который, как выяснилось, оказался настоящим бандитом, во всяком случае, по версии прокурорских. Но не знала ничего баба Валя об этом, как и в 13 случаях, до того как сейчас вот уже 15-й на горизонте замаячил. Не удивлюсь, впрочем, что только через пару-тройку лет старушка снова руками начнет разводить. Мол, мол, вы что вы? Да мы ж не в курсах были. Вот мы с вами уже сегодня знаем, что за кадра ей хабаровчане подкинули. А она, не раньше, повторюсь, чем через пару лет прозреет. Хотя, тут есть вполне себе логичное объяснение, откуда, мадам, информацию-то черпать подобного толка должна. У нас ведь имеется Роскомнадзор, который тщательно вычищает такие вот вещи из информпространства. Вот, например, 28 октября чиновники РКН вынесли очередное предупреждение фонду борьбы с коррупцией, все там же, в Хабаровске, и потребовали удалить из интернета фильм-расследование о бывшем мэре Жулике. Сейчас расскажу подробнее. Это реальная журналистика. Поехали! Ну и к подробностям. Жил да был в городе Хабаровске такой мэр Александр Соколов. Хотя нет, неправильно. Был в городе Хабаровске такой мэр Александр Соколов. Чуть дальше поймете, почему было не жил. Рулил муниципалитетом мужчина 9 лет. Естественно, как это часто бывает, не только городом человек руководил. Являлся до кучи одним из лидеров местного отделения главной партии с коленов стана. Единая Россия был непримиримым борцом с коррупцией и настоящим патриотом. Сегодня весь мир борется с Россией. Подчеркиваю весь совет в исключении. Лидеров мирового сообщества не устраивает то, что Россия поднялась с миром. Блок структуры, созданный во всех почти странах Западной Европы. Гигантские деньги вкладывают. Бюджет Соединенных Штатов из 4 триллионов 800 миллиардов долларов направлено на министерство обороны. А потом вдруг оказалось, что настоящий патриот без пяти минут гражданин ненавистного США обладает грин-картой. Более того, 6 месяцев в году человек проводит на территории этого самого США. Живет там. Там живет вся его семья. У чиновника несколько домов в разных американских городах. Счета, бизнесочки. То есть, представляете уровень лжи и лицемерия? Хотя я, если честно, не понимаю. Как можно быть главой большого города в России? Стратегически важного города. На минуточку. На протяжении 9 лет являться одной из самых заметных политических фигур региона, а жить при этом в другой стране. Подчеркиваю, не набегами там бывать по выходным, например, а именно жить. Потому что по условиям грин-карт ее обладатель постоянно должен находиться на территории Америки не менее 190 дней в году. В это же время, пока он рассказывает эти сказки про то, что Пентагон, Америка хотят нас захватить, и только Путин нас защитит, он 6 миллионов долларов, которые мы понимаем, где взял, инвестировал в Америку. Он выступал и рассказывал, какие ужасные американцы. После чего садился в самолет и летел к себе. Вот у него Калифорния, Сан-Хосе, дом сына в Вашингтоне. Он летел в Америку, жил там 190 дней в году, потом возвращался сюда, чтобы с единой Россией красть. И рассказывать нам про ужасную Америку. Но и это еще не все. Активисты ФБК вытащили на поверхность цепь финансовых махинаций в Хабаровской мэрии, которые, о чудо, совпали как раз с периодом княжения мистера Соколова, и в половине из которых чиновник запачкался напрямую. Как думаете, какой была реакция со стороны тех, кто должны в таких случаях реагировать? Ну, может быть, там хотя бы проверки, ну, хотя бы формальные провели, не угадали. Никакой. Сперва говорили, да, это все предвыборный ход оппозиции. В сентябре в Хабаровске избирали нового главу, а теперь вот. Когда все мы уже знаем, что Единая Россия мимо тех выборов пролетела, на сцену выпустили Роскомнадзор с требованием удали. Нет, я все-таки с этого балдею. Человек на протяжении нескольких лет обманывал целый регион. Кричал о каком-то там патриотизме, хотя сам плевать хотел на тот патриотизм. Обманывал своих товарищей по партии. Обворовывал свой город, дабы как можно уютнее пристроить затем свой зад за океаном. И ведь пристроил. А крайним во всей этой истории оказались те, кто и вывели жулика на чистую воду. Ну и под занавес одно забавное кино хочу вам показать. После увиденного вы можете попрощаться с головным мозгом. Ну до чего тянуть-то короче. В кадре корреспондент ОГТРК, который пытается проинтервьюировать главного коммуниста России, господина Зюганова. Тут даже важен не столько ответ Геннадия Андреевича на вопрос журналистки. Вы сам вопрос послушайте. Вы сами говорили об этом, и политологи подтверждают, что огромное количество молодежи вступает в ряды партий за последние годы. Но при этом также известно, что у части этой молодежи есть некие оппозиционные протестные настроения. Вот как вы думаете, не повредит ли это партии? А не повредит ли вашей партии оппозиционной на всякий случай то обстоятельство, что в ее ряды вступает оппозиционно настроенная молодежь? Блин, занавес. Слушайте, а завтра какие вопросы оппозиционным политикам пропагандисты начнут задавать? Не считаете ли вы предателями тех людей, которые отказываются работать без зарплаты, или тех, кто позволяют себе есть ежедневно в такое непростое для страны время? Не кажется ли вам, что поддержка такого рода избирателей может бросить на вас тень? Мордор, твою мать! Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, системы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим спешу откланяться. Пока. Пока!